маэстро длинных волос руслан татьянин и как я обещал на консультации невеста увидит свою прическу то есть я начинаю эту прическу там делать сколько она может 30 минут занять да там может быть 40 минут зависимости там надо накрутить там что-то помять может быть волюм стайлер сделать там объем все это я дело сделал потом показываю клиентки даю зеркало на смотрит кто-то из клиенток из невест на консультации а можно сфотографировать мастера некоторые мне говорили я не разрешаю фотографию теря почему она сейчас все сфотографирует от со всех ракурсов прям как этот как и называется конспект да потом пойдет и кому-то другому сделает или понимаете дело в том что пожалуйста я даже не то что разрешая даже вон секретов не держу попробуй сделай если понравилось как вы сделаете никто и так как вы не сделаете а с другой стороны очень важно не вести не только свое мнение о мнении окружающих у меня был случай когда я сделал одну прическу невесте потом мы попробовали 2 вариант и она сфотографировала показала дома на это руслан мы всей семьей у нас был консилиум 30 человек и мы выбрали вторую прическу и знаете это неплохо потому что месяц прошел после консультации я уже прическу честно говоря так уж досконально не очень помню а если я не сфотографировал и она мне в день свадьбы сказала вы знаете вот хотела вторую прическую какая вторая это была господи ну и когда вот мне тут вот этот собрали вот это это вот на эту сторону рюку спаде хоть грянец фотографии а вы же не разрешили фотографировать я сейчас говорю меня мурашки у нас за трясет поэтому пусть фотографируют потому что для большинства людей очень важно даже мнение окружающих потому что когда мы делаем прическу например невесте дома и она а можно пойду маме покажу да да конечно она встает уходит там где-то полторы минуты мы сидим что значит может зайти искать мама скала некрасиво горит я на тетку похоже или она сказал маме очень понравилось у нас прям крылья и как также макияж данных пошла папа скал сильно у меня мура мне прямо сейчас в настроении папа скал супер я говорю давай тогда еще блесточек давай тебе еще что-нибудь сделаю поэтому лучше конечно если она желает сфотографировать пусть фотографирует потому что когда я задаю иногда мастером вопрос а для кого например ну там женщина или просто человек там до красится не знаю одевается наряжается но ухаживает за собой как бы ну как-то вот причесывается там как-то укладывается кто-то для себя для себя конечно неплохой вариант но представьте себя в свой выходной день когда вам никуда вообще не надо выходить и вы сидите дома я бы не хотел бы чтобы меня как так увидели когда ты лежишь у тебя компьютер тут я тарелка ты еще так и не вставал если вдруг тебя звонок по телефону привет ты дома мы сейчас где тут зайдем бегаешь по квартире в голову голову не успеваю помыть думаю шапку что ли одеть тоже голова вообще нужно служил шапки за больной думаю стилист я могу и шапки понимаешь я к за привет хочу ты в шапке но я так выросла я дома такой поэтому как-то стараюсь хоть как-то себя немножко проснуться чуть-чуть поэтому для многих важное мнение со стороны разрешаю сфотографировать если невеста говорит например невеста посмотрела первую прическу хочу вторую можете другую сделать я пытаюсь узнать все что в этой прическе не так чтобы я сделал лучше не просто дай в другую дай другую дать речь а теперь тебе ну что это вот до 20 причем уже я могу и все сделать 20 а смысл что в этой не так то есть что мне сделать лучше ну вот тут вы знаете вот вы эти оставили пряди я бы хотел их собрать или взять как мне кажется высоко чуть-чуть пониже как я могу сделать лучше вы мне скажите и она мне должна это сказать я из нее должен это вытащить тогда я уже буду делать еще лучше и если вдруг и третий раз на такой бывает редко тогда я еще узнаю еще лучше сделаю поэтому прежде чем делать просто вторую прическу или 25 чтобы вы с ума не сошли спросите что в этой прическе не так как мне сделать лучше она вам что-то сказала бы попробовали